Подошло время отвечать на вопросы. Значит, Роман Зинович спрашивает, Петрович, даст ли однодневное голодание какой-то эффект или голодание чердовами через день, день не есть, второй есть, третий не есть, четвертый есть и так далее? Я должен сказать, конечно, эффект будет. И вот я сам интересовался, какие сроки голодания дают тот или иной эффект. Ну, прежде всего, это будет хорошая пищевая разрузка. Хорошая пищевая разрузка. Раз, это будет. Второе, это будет, как бы сказать, у вас происходить несколько лучшее очищение, потому что, когда организм не употребляет пищу, то в этот день усиливаются выделительные процессы. Но следует предостеречь, что вот на таком режиме, когда человек переходит, значит, у него получаются следующие вещи, как бы неблагоприятные. То есть, нету пищи, значит, желчь застаивается, потому что желчь выделяется на прием пищи. Поэтому вот такой вот режим, он может привести к тому, что желчь может сгущаться в желчном пузыре, и это может привести к таким вещам, как камнеобразование, загустение желчи. То есть, не совсем хорошо. Понимаете, есть надо все-таки по аппетиту, по чувству голода. Вот это очень важно. И более-менее, чтобы не было никакого там загустения желчи у вас от нечастого приема пищи, желательно есть в равные промежутки времени раза 3-4 в день. То есть, 3 основных там каких-то там таких еды и один где-то перекус. Ну вот, у меня получается примерно так, с возрастом все это, естественно, меняется, не такой обмен веществ, как в молодости. То есть, у меня получается так, завтрак я просто кашу съем с этим самым, там, с компотом или настоем трав. Обед уже, вот там обед мне хочется кушать, потому что я позанимался, я, значит, ем, так сказать, более-менее плотненько. Далее вечерочком. Вечерочком уже есть особо не хочется, но, как бы сказать, вот ложиться на голодный желудок, тоже как-то некомфортно. Вот правильное слово подорвано. Не то, что не хочется, а некомфортно. Поэтому немножечко там я, допустим, ем где-то с 6 до 7, вот это вот. И, возможно, перед сном я еще выпью там компота, отвар от трав, настоя, шипунника, боярышника с абрикосками. Вот это вот я делаю. То есть, если вы решили голодать, вот в первый день пищевого возбуждения, оно где-то будет дня 3. То есть, тут вы будете волевые качества обтачивать свои. Ну, естественно, там какие-то организмы будут перестраиваться. То есть, вот в первые 3 дня идет только перестройка. 3-4 дня. Ага, перестройка. Чувство голода. В основном считается, что она исчезает. Но, как практика показывает, далеко не у всех она исчезает. Но, тем не менее, она как-то притупляется. Вот, дальше организм входит уже в режим иного питания. И с 3-го там дня и пошли, пошли, пошли. То есть, я все-таки вот так день через день не стал бы голодать, потому что это не то. То есть, для здоровья это не полезно. В связи с тем, что заставиваться желчь, потом, смотрите, человек, вернее, не человек, а организм, он пугается, и как бы, ага, у меня предстоит еще голод, и он, как бы сказать, заранее переедает, запасается на следующий день, чтобы как-то выдержать. То есть, человек вот один день воздержался, на следующий день, допустим, он переел, потому что он будет завтра опять голодать. Вот, значит, то есть, вот такой режим, что в этот день питания будет происходить, невольно будет происходить переедание, растягивание живота и все такие вещи. Вот, лучше там суточки раз в недельку, суточки там двое, раз в две недели, это в дни Кадаши, ну и три дня, там, разочек в месяц, вот так. То есть, важно, чтобы организм не испугался, он получил свою, как бы сказать, нагрузку, очистился, восстановился, и он знал, что дальше у него не будет каких-то там таких вот голодных дней, до следующего раза, когда вы настроитесь, и начнете голодать. Поэтому, Рамон, я это не рекомендую, а эффект, эффект, эффект может быть, перечеркнуть тем, что я перечислил. Продолжение следует... Продолжение следует...